Окончание велопробега, перед вручением призов, решили подкрепиться. Не обращайте внимания, ребята. Кому не хватило, это не страшно. Останетесь голодными, приедете домой покушать. Слава Богу, не голодовка. У вас молодых такой, а тут проблема, чтобы не поесть. Вы понимаете, что получается? Как наступает 9 часов вечера, глаза только на холодильнике смотрят. Ну тоже. А потом на ночь нажрется и не спишь всю ночь. Сколько велосипедов. Все-таки велосипедный спорт интересный. Понимаешь, тут и спорт, и механика какая-то. Да? Да, и пожарь. Да. Ну, дают это, слава Богу. Ну, это просто дорого будет. Ну, да. Там компот и кавуны. Только слушайте, нету ножа. Комсомольцы есть? Пластик отдельно. Разбить? Да нет, ну разбить не. Косточки не выбрасываем. Складываем их отдельно. Замаги голодные. Не охота, что там пластиком. А вот и хозяин Сылайбе. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, а как же? Здравствуйте. Приветствуем вас на Александро-Калиновской земле. Кто до музея не подошел. С остальными виделись. Да. И больше хотел всего увидеться моей соученицей мужики. Это Володя. Фамилия не знаешь? Жены знаю. А где учились, хоть скажи? Мы в техникуме учились. В каком? Сельскохозяйственном. Сельскохозяйственном. Володя? Да, он знает. Володя где-то должен быть. Вы? Да, Валя Рульки. Вот и встреча на Эльбе. Да. Потому что вы же туда не подъехали, до музея, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Денис. Уже выкинули. Очень приятно, что вы там приедете. Вот это обрезать, вот это давать. Вот, в катерелок много он останется. Поедем уже селом, да? А? В музе едем? Ну, спросите у народ. Как народ? Мне все равно. Я там был 10 раз уже. Они сразу заедут. Ну, наверное, подустали. Вот так, немножко проехали на велосипеде. Здравствуйте. Немножко устали. Смотрите, представитель местной мясовой громады. Это село называлось раньше Смолянка. Смолянка. Знаете, что она называлась Смолянка? Потому что, когда запористские земли, которые на друга одебрала украинцев, она дала вот эти земли российскому полковнику Смолянинову бесплатно. А всех людей, хотя обещали не закрепощать, дала ему крепостными. Вот такие вот у нас скорбные дела были. Ну, и село называлось Смолянка. У них позавчера был праздник. Знаменитый смолянский кулиш. Мы были на этом празднике. Посмотрите в фейсбуке. У меня на странице там видео, фотографии. Все класс. Молодцы. Село... Вы понимаете, я вот такие делаю выводы. В селе здесь, в клубе, села. И костюмы украинские, национальные, для танцев, для всего. И хор здесь очень хороший, и танцевальный коллектив, и этнографические коллективы. И делают что-то. Тут музей села есть. Музей села. В селе живет 700 человек. 700. В Дружковке 70 тысяч, и ничего этого нет. Потому что они все заодно. Потому что люди объединились и создали громаду свою. И были люди, которые ее объединили, нашлись, слава Богу. Не разъединяли, а объединили ее. Вот к этому надо стремиться. Вот к этому цель нашего велопробега в этом тоже. Чтобы мы все это дело... Так получилось, что мы все, вот Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Артем. Мы все сейчас как один город. Так урешно, а вон. И общаемся. И нужно создавать... Черт и где, под константом. Когда нет Донецка, надо создать свой город. Объединить Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновка. И сделать город... Как мы его назовем? Тор. Самое древнее название, самый древний город на Донбассе. Это Славянск. Тор. Ему уже... Бахмут тоже, но Тор старше. Поисторически, да. Неправда. Неправда. Примерно одинаковые. Но дело в том, что понимаете, Бахмут немножко в стороне. Это отдельная единица. Там отдельная громада, отдельное все. А мы можем объединиться. Вот. Можем взять к себе и Бахмут, если хотите. А че ж Артемов не хочет переименовать свой город? Исторически всегда носивший название Бахмут. Почему не хочет переименовать Бахмут? Че ж не хочет? Хочет. Как не хочет? Из города хочет 3%? А остальные? Власть обманула все. Сказала, что Бахмут это мусульманин был такой. И все поверили. Ну, я не думаю, что тут будет больше процентов, если надо будет что-то поменять. Ну, в Дружковке, Краматорске и в том же Славе. Больше не будет. Ну, знаете, эти люди не активные. Все решают активные люди. И вот когда вот говорил один великий человек, говорит, вот эти вот 10 человек, которые все время бегают и кричат, казалось бы, они ничего не могут никогда решить. Но именно они все и решают. В итоге, когда доходит дело, ведь мы как решаем? Мы идем, берем бюллетень, идем к урне и опускаем. Вот это решение самое главное наше. И вот об этом думать надо. Ну, ладно, это будет все потом. Сегодня свежий воздух. Мы сюда-сюда приезжаем на водохряща. Мы тут купаемся. Тут делают ополонку, все. Поп приходит местный, московский. Тут так вещает красиво. И мы здесь купаемся. Классно здесь. Классно. А что в московский? Ну, московская церковь здесь. Да не, ну просто, ну как, московского патриархата, московская церковь. Я не говорю о них плохо. Я просто как... А вы в школе, кто постарше учились, как нам говорили? Кто такой Николай II? Как его прозвище было? Прозвище? Николай Кровавый. Кровавое воскресенье. В общем, если будут желающие в музей, мы там полчаса побудем. Хорошо. Если будет кто-то. Хорошо, хорошо. Доброе. Спасибо. До свидания. Спасибо.